ВВП Беларуси за два месяца этого года увеличился на 4%. Упор на реализацию трёх программ – инвестиционную, производственную и экспортную. Основные драйверы роста – промышленность и торговля. Такой темп во многом связан с повышением реальных доходов населения. Средняя зарплата в январе без малого 2000 рублей. Республиканский конкурс «Герой нашего времени» стартовал в Беларуси. Поучаствовать могут ученики школ, гимназий, лицеев от 14 до 17 лет из всех регионов. Инициатива направлена на сохранение памяти о важных личностях, формирование у молодёжи позитивного отношения к истории страны. В Бобруйске активно готовятся к ремонту дорожного покрытия. На 2024 составлен перечень из 30 участков общей площадью почти 160 тысяч квадратных метров. Однако могут быть и дополнения. Факторов, влияющих на корректировку списка, много – от погоды до источников финансирования, от скорости и качества работ до наличия асфальта. Девять новых детских площадок появятся в Бобруйске. Благоустройство придумовых территорий запланировано на Социалистической, Минской, Горелика, Орджоникидзе и других улицах. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. К слову, на установку в Могилёвской области выделено около 6 миллионов бюджетных средств. 21 марта на территории Могилёвской области будет проводиться проверка системы оповещения. Контроль предназначен для доведения до населения информации о чрезвычайных ситуациях – природного или техногенного характера. В планах – выборочный запуск электросиренного оборудования, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и включение бегущей строки на телеканалах.